Дорогие мои, всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube канал Rustem Beauty. Это означает, что меня зовут Rustem, и я немного бьюти, и я знаю, что вы по мне очень сильно соскучились. Поверьте, я по вам соскучился еще больше. И сегодня у нас огромное видео, которое посвящено новинкам бренда Luxe Visage, а также я решил почему-то припендюрить сюда обзор на палетку от бренда Catrice Bold Gold. Не достойна она отдельного обзора, потому что она мне не понравилась. Это такое, скажем, такое превью, превьюшечка, палетка не понравилась, но зато белорусы меня порадовали. Дорогие друзья, как вы знаете, 9 октября я выступал, ну я не выступал, я участвовал, я работал от бренда Luxe Visage на фестивале Make Up This. Я познакомился с руководством бренда Luxe Visage, я познакомился с просто прекраснейшей командой. Передаю вам всем привет, мои белорусские булочки. Меня обязательно, ну мне так сказали, позовут в Минск, так что Минск жди. Правда, шуточек из типа, как дела нормально, мы больше не шутим. Ну, кто знает, тот поймет. На самом деле, видео планировалось быть очень эмоциональным, я немножко подурезал свой пыл, немножко вставил себе мозги обратно. И, будем так сказать, сегодня не так, не знаю, я вам просто хочу спеть одну песню, которая, в принципе, опишет мою поездку в Москву. Давайте споем и начнем. Я не буду, я не буду целовать холодных рук, тынь-ты-тынь, в этом городе никто не виноват, не виноват, тынь-ты-тынь. Ты уехал, ты уехал в Москву, тынь-ты-тынь, а приехал в Узбекистан. Дорогие друзья, кто поймет, тот понял, а кто не понял эту шуточку, значит, вам лучше об этом и не надо знать. Ну что, давайте перед тем, как мы начнем, мы не забудем, что если вы вдруг еще не подписаны на мой YouTube-канал, то нужно подписаться, поставить лайк и оставить обязательно комментарий. За меня сейчас идет активное голосование на сайте Интершарм. Дорогие мои, пожалуйста, голосуйте за меня, ссылка в описании профиля. Нас там обошла какая-то прекрасная девушка, но нам нужно вернуть свои позиции. Так что, пожалуйста, голосуем за меня по ссылке в шапке профиля. Премия мейкап Гуру Интершарм Рустем Бьюти. А мы будем начинать погружаться в мир белорусской красоты. Голова от кофе закружилась, подождите. Итак, первая новинка, которая вышла совсем недавно от бренда Люкс Визаж, это вазелин для губ. Долгое время о вазелине говорили плохо и ассоциировался вазелин с чем-то непристойным. Вазелин это, скажем так, косметический продукт, который много где используется. Выпустили вазелин для губ. Как что это? Это, он предназначен для губ, как маска, которая будет подлечивать и увлажнять ваши губы. Особенно это актуально в холодный период. Но вазелин многие еще добавляют. Например, если под глазами вы делаете вечерний сценический макияж, нужно заполнить морщины. Для того, чтобы скрыть морщины, некоторые визажисты наносят под глаза вазелин, либо силикон. Это, в принципе, работает. Я пробовал с этим продуктом такую штуку. Вроде бы неплохо. Тоненьким слоем нанести под глаза, сверху консилер. Сегодня мы будем тестировать по прямому предназначению. Перед тем, как начать макияж, мы намажем губки вазелинчиком. Вазелин косметический для губ, люкс-визаж бесцветный. 5 грамм стоит он около, ну там что-то, ну вы понимаете, что у люкс-визаж максимально приятный ценник. Стоит он, ну, до 200 рублей. Имеется, имеется нетривиальная отушка, какой-то вишенки, какая-то, знаете, вишенка на торте. Наносим на губы. И что я вам могу сказать? Чувствуется такое вот, вот вазелинчик чувствуется. Вот будто это вазелинчик. Текстура достаточно вязкая, не липкая. Действительно увлажняет губы. Есть один минус, что очень сильно закручивают на фабрике эту вот тюбик. И ее очень трудно раскрутить. Но, в принципе, я уже миновал эту историю, открыл. Слава богу, мне даже помогли открыть. В принципе, пахнет вкусно, по прямому предназначению работает хорошо. Как выглядит вазелин? Бесцветная жидкость, такая, знаете, достаточно кремово-силиконистой текстуры. В принципе, ну что еще можно сказать о вазелине? Да, губы подготавливает. Подготавливает, если вы хотите потом нанести матовую помаду, либо стойкий карандаш. Выглядеть губы будут лучше. Сохнуть так сильно не будут. Так что, если кто-то искал в бюджетном сегменте какую-то такую сосу-увлажнялку для губ, то, в принципе, я вам могу посоветовать этот вазелин. Хочу сделать ремарку. Обзор не спонсирован брендом Luxe Visage. Это не реклама. Это именно наш классический обзор. Просто есть такой нюанс, что мне от Luxe Visage нравится все. Потому что, если я вижу какой-то минус продукта, то его перекрывает ценник. Нет, хотя есть продукты, которые мне не очень нравятся. Карандаши для глаз не очень тушуются. Но все остальное, как вы знаете, неплохо. Далее, какая еще новинка вышла? Это праймер под макияж Pore Killer для заполнения пор и морщин. Основа под макияж корректирующая. Здесь у нас 20 грамм продукта. Производитель говорит, что можно нанести при помощи вбивающих движений. По текстуре это вот такая вот кремогелевообразная текстура. Достаточно густая. Есть такая легкая, скажем так, опять же, недорогая отдушка. Отдушка очень легкая. Пахнет каким-то мылом. Немножко есть вот почему-то. Я ассоциирую эту отдушку такой мылей. В принципе, в принципе, я не могу сказать, что база творит чудеса. Основа под макияж. Да, на нее тональная основа ложится лучше. Впитывается база моментально абсолютно. Вот просто все, что я выдавил, уже впиталось в лицо. В принципе, неплохая, но работает не так хорошо, как затирка против морщин от бренда Clorans. То есть, продукт немножко похуже, стоит намного дешевле, но действительно есть эффект заполнения мелких морщин. Опять же, ремарка, друзья. Опять же, не стоит ожидать чудес. Нет. Это легкая текстура, которая очень легко работает с текстурой кожи. Она не сотрет с вашего лица все поры и все морщины. Но за свои 250 рублей, или сколько она там стоит, стоит плюс-минус в этом диапазоне продукт хороший. Если кто-то не знает, у Luxe Visage где-то полгода назад вышла новая тональная основа Skin Evolution. Я эту тональную основу люблю. Мы ее уже с вами наносили. Сегодня я хочу протестировать вместе с вами еще раз этот тон 40 Cool Beige. Единственное, мне не очень подходит из-за того, что он холодный. Мне бы хотелось, чтобы был такой же темный оттенок, но потеплее. Тональная основа средней плотности покрытия. Натурально матовый финиш. Действительно, знаете, такое легкое сатиновое сияние кожи изнутри. При этом не подсушивает, не подчеркивает. Выглядит красиво. Стоит очень бюджетно. В тюбике 35 грамм продукта. Пахнет, в принципе, приятно. Наносить будем сегодня при помощи влажного спонжа. Есть оттенки совсем светлые. Есть оттенки бежеватые. В принципе, среднестатистический человек сможет найти себе оттенок. Тональная основа выглядит хорошо. Достаточно стойкая. Для своей цены продукт просто прекрасный. Вот видите, быстренько она мне выровняла тон лица. При этом не выглядит маской. Я оттушевываю на шейку. Кстати, мне на этой базе тон даже нравится больше, чем на выравнивающий от порфилер. Кстати, да, с этой базой тон работает неплохо. Сначала, как видите, мы немножко сияем. Но после того, как тон усядется, ну такой сидаун, плиз, финиш будет ближе к матовым. Я нанес консилер в область под глазами. Немножко, где у меня есть борода и на центр лица. Консилер я нанес от, понятное дело, тоже от Luxe Visage. У меня он в оттенке 02. И что я вам могу сказать? Это достаточно легкий консилер со светоотображающими частицами, которые нужно обязательно фиксировать при помощи пудры. Он легкий, перекрывает. В нем не так много пигмента, как хотелось бы. Это, знаете, такая... Чем-то напоминает, чем-то напоминает консилер от Yves Saint Laurent Tushicla, который классический, не хай-ковер. Мне он нравится. Если с ним приручиться, вот хорошо подойдет для ежедневного макияжа. Если вам нужно совсем немного от консилера. То есть, Catrice Liquid Camouflage кроет хорошо. Этот кроет хуже, но при этом этот будет лучше работать на возрастной коже. Так что консилер неплохой. Оттенок 02 подходит мне хорошо. Синеву под глазами перекрывает. Мне нравится, как выглядит сейчас тон лица. Давайте зафиксируем это все пудрой. Сегодня у меня впервые на обзоре пудра. Опять же, от бренда Luxe Visage, которая называется Silk Dream Nude Skin. Оттенок 01. Она цветная. Почему я не взял темнее? Не знаю. Ну, какая-то собака меня укусила. Узбекская или белорусская. Не знаю. Здесь у нас 10 грамм продукта. Стоит недорого. На первом месте тальк. На втором миг. В принципе, ну, как бы... Если бы Luxe Visage сделал пудру без талька, было бы круто. Но, к сожалению, пока что нет. Буду наносить при помощи кисти. Продукт немного пылит, но не критично. Зеркала нету, но зеркала нам всегда хочется. Вы знаете, я люблю зеркало в косметике, в пудре, в тенях. Я считаю, что зеркала в косметике быть должны. Вы летите в самолете, вам срочно нужно на посадке припудриться, а у вас в пудре нет зеркала, как бы. Ну, и что вам делать? Ваш кавалер или кавалериха встретит вас, а вы, может быть, переборщили с пудрой. Пудра нелегкая. Пудра матирует, добавляет слой, но при этом не подсушивает и очень деликатно работает с какими-то шелушениями, проблемными зонами. В принципе, пудра мне нравится. Стоит, опять же, она недорого. Работает хорошо. Единственное, что немножко подчеркнулся у нас лоб. Но прям совсем чуть-чуть, если начать сильно играть мимикой. Пудра крутая, за свои 200 рублей хороша, но, опять же, может быть, стоит 300 рублей, как бы плюс-минус. Но нету зеркала, Люкс Визаж, если вы меня смотрите. Ну, блин, мне тут хочется зеркала. Сори, но сори хочет Рустем Бьюти зеркала. Ну, а если хочет, когда-нибудь что-нибудь получит. Далее, рассказываю о своем любимом продукте, который был у меня в фаворитах. Это бюджетный бронзер от Люкс Визаж Сани Бани, который достаточно универсального оттенка. Он и не рыжит, и не темнит. Такая красивая, загарная история. В составе есть светоотображающие частицы, за счет которых продукт распределяется лучше, но при этом вы будете сиять. Это нужно понимать. Вы будете сиять, это нужно понимать. Набираю продукт на кисть. Продукт немного пылит, но не критично. У меня есть претензия к упаковке, потому что это мой второй бронзер. Первый, как вы знаете, разбился. Но то, как он работает, мне очень нравится. Посмотрите, какой красивый загарный оттенок дает мне бронзер. Наношу на выступающие части для придания эффекта загара. Как бы Рустем, это человек-бронзер. Человек-бронзер. Я очень люблю бронзеры. Мне кажется, они действительно очень хорошо выполняют свою функцию в возрастном макияже. То есть, придают такой, знаете, недостающий тепловатый подтон. Но все-таки, если мы говорим о коррекции, то теплые оттенки, они как раз-таки играют в руку, скажем так, лифтингу. Они, ну, идут рука об руку. Продукт прекрасно наносится, не плешивит, не пылит. Красивый. И рекомендую, советую, вот как бы вот. Но, опять же, нету зеркала. И вот эта упаковка, что вот нужно вот сделать вот так, меня немножко напрягает. Но как работает продукт, мне нравится. Отскульптурирую я себя при помощи вот этого скульптора от Люкс Визаж, который у меня тоже разбился. Вот с этим у меня вообще часто что-то падает, и скульптор упал и разбился. Мне было грустно. Мне выдали второй. Спасибо вам большое. Буду наносить скошенной кистью от Beauty Bay. Оттенок красивый. Мне очень нравится. Это оттенок 0,3. 0,2 мне нравится больше. Но мы все продали. Такой палетки с 0,2 оттенком не было. Продукт пылит чуть больше, чем все остальные. Но при этом дает красивую естественную тень. И, опять же, для ежедневной концепции макияжа работает просто прекрасно. Ну, как бы вы все видите. Вам ничего рассказывать не надо. Видите, что все ложится хорошо. Как бы, ну, мне нравится бренд Люкс Визаж. Я сотрудничаю с этим брендом. Но при этом, если мне бы что-то не понравилось, я бы вам рассказал. Я вот не помню, сегодня будет то, что мне не понравилось или не будет. Не знаю. В общем, скульптор неплохой. Но разбился. Немножко отвлечемся. Какие у меня сегодня темно-графичные брови. Простите, просто я свои высветлил. И теперь, и теперь... Ладно. Брови я сегодня спиздил у кого-то. Не знаю, у кого. В общем, теперь немножко отходим от белорусского шика в сторону катрис. У катрис недавно появились палетки. Ну, может, полгода назад. Может, меньше. Палетки, которые стоят в подружке 1400 рублей. Это дорого. Это дорого. Палетка сделана в этой, в Китайской народной республике. То есть, в Китае. Маден Чайна. Понимаете, о чем я? Палетки очень сильно напоминают по раскладке, по оформлению палетки от Худы. Здесь 18 оттенков. Что мы видим? Скучную, нюдовую такую палетку с тремя текстурами. Матовые, которые здесь, в принципе, неплохие. Сияющие, которые здесь плохие. И глиттеры, которые здесь тоже плохие. Также у нас тут есть что-то типа базы. Такая кремовая субстанция, которую... Ну, это что-то похоже на корректор, но давайте мы ее нанесем на веко. Будем использовать сегодня как консилер, как базу. То есть, я не буду наносить специальную базу. Под тени я нанесу вот ту, что у нас в этой палеточке. Начать я хочу с того, что взять светлый оттенок матовый и зафиксировать свою вот эту вот подложку. Хочу просушить по текстуре. Я напоминаю, это похоже на такой корректор от NYX в палетке, которому уже 7 лет. Ну, может быть, не 7, но текстура так себе. Далее, я не буду сегодня делать безумно сложный какой-то макияж. Просто хочу вам показать в работе эту палетку. И, наверное, мы сегодня с вами сделаем что-то, что будет нам напоминать черно-коричневые смоки. Палетка достаточно скучная, поэтому, ну, что мне тут... Как я вам тут разгуляюсь, мои хорошие. Я хочу взять сперва вот этот вот оттенок. Достаточно нейтральный, не такой персиковый, такой бежевато-холодный. И я его нанесу в складку века. К чему мы придем в конечном итоге? К тому, что палетка от Catrice за 1400 рублей, это надругательство над нами. Это очень дорого для бренда Catrice, мне так кажется. Ну, действительно, это дорого. Дорого, неоправданно дорого. То есть, это не настолько хорошо, чтобы было правдой. Пигментация этого транзитного оттенка, в принципе, ну, мы видели лучше, потому что, видите, да, мне приходится поднаслаивать продукт, чтобы он немножко появился. Далее я хочу взять вот этот вот темно-коричневый оттенок. Получается нанести его примерно вот так вот в складочку. Я так вижу, что тени плешивят. Тени не суперлегкие в тушевке. Скажу, как есть. Потому что именно на этой базе они немножко плешивят. При помощи черного оттенка я затемнил внешний угол, вот эту вот часть, возвращаюсь к своей прошлой кисти и тушую границу для того, чтобы у меня была красивая дымка. Правда, пока про красивую не знаю, потому что тени тушуются не очень уж и хорошо. Но пигментация черного меня радует. Я нанес на подвижное веко клей для глиттера от бренда NYX. И теперь на плоскую кисть набираю вот этот вот глиттер и наношу его аппликативным движением, чтобы он туда приклеился. Наношу и понимаю во второй раз, что он уж очень посредственный. Уж очень посредственный. Во-первых, этот глиттер начинает очень сильно сыпаться. Он очень-очень-очень неоднородный. Не перекрывает полностью века. Мне вообще не нравится, как он выглядит. Ну, возможно, за счет того, что он сияет. Макияж сейчас выглядит не так убого, но по мне глиттер провальный. Просто провальный. Во внутренний уголок нанес вот этого вот сияющего оттенка. Сияющие оттенки здесь очень посредственные. Очень от слова очень. Ну, то есть, меня вообще они никак не удивили. Водевиля не случилось. Мне очень не нравится, как глиттер ведет себя на веки. Он потихоньку начинает жрать века. Я это очень не люблю. Я вам просто хочу показать, что происходит с этим глиттером. Он весь трескается, абсолютно весь, и сыпется. Работать с этими тенями, простите, но невозможно. Просто невозможно с ними работать. Очень плохого качества сияющие оттенки. Отвратительный глиттер. Это самый ужасный глиттер, что можно себе представить. Однушки мини-доли были лучше. Я сотру этот глаз, потому что это кошмар. Котаны. Ну, просто с глаз долой и сердце вон. Кстати, у меня большая проблема вообще намечается в жизни. У меня этот глаз очень сильно начал нависать. Он нависает намного больше, чем этот глаз. Я прям не знаю уже, что делать. Но в складке просто не видно. Ладно. К хирургу, наверное, обращаться. Возвращаемся в историю с белорусской косметикой. Я буду тестировать новую тушь от бренда Luxe Visage, которая называется Evolution, которая нам обещает супер объем, длину умножения ресниц. Здесь у нас вот такая вот щеточка пульсовидная. То есть она, знаете, как бы состоит из таких вот шариков, которые то уменьшаются, то увеличиваются. А тушь очень сильно добавляет объемы. Я сейчас продемонстрирую то, как она работает. Тушь действительно направлена в первую очередь на объем. Я буду прокрашивать в два слоя. Ну вот смотрите, я пару раз прикоснулся. Помните, да, что у меня очень, скажем так, проблемные ресницы, которые мелкие, негустые, смотрят вниз. Поэтому для того, чтобы сделать на них что-то нормальное, нужно очень сильно постараться. Я стараюсь тушь нанести максимально близко к корню ресниц и задрать их кверху. Что хочу сказать. У бренда Luxe Visage очень много тушей. Очень. Я даже не могу до сих пор разобраться, сколько их и зачем так много. И большинство из них мне безумно нравятся. Эта тушь неплохая. Но она немножко делает на моих ресничках комочки. Кстати, ее можно купить на Вайлдбере за 219 рублей. В принципе, тушь неплохая. Она не осыпается, она отлично носится целый день. Но реснички получаются толстые. То есть такие, знаете, толстые, объемные реснички. Да, длину добавляет, но первоначальная ее задача это добавить объем. Щеточка, кстати, удобная. Хотя я сначала подумал, что мне она не особо зайдет. Вот так вот реснички выглядят в два слоя. Тушь немножко склеивает мои ресницы, но зато их немножко видно. Они действительно становятся объемными. После того, как тушь подсыхает, мне нравится то, что она не осыпается. Но, опять же, повторяюсь, для тех, кто ищет именно объем. Вот, для тех, кто ищет объем за 220 рублей, тушь, как вы понимаете, просто прекрасна. Едем дальше. Что еще нового вышло у бренда Luxe Visage? У бренда Luxe Visage вышли пламперы для губ. Пламперы, да, я устал от продуктов для губ. У меня нет столько губ, чтобы их тестировать. Такие продукты сейчас выпускает абсолютно каждый бренд. Абсолютно все выпускают блески, которые жгут и увеличивают губы. За счет чего они увеличивают губы? За счет того, что там есть какой-то раздражитель, перец, к примеру, который заставляет приливать к вашим губам кровь и тем самым увеличивает губы. Не люблю эту историю, потому что увеличивать губы мне не надо. Пламперы-то, в принципе, неплохие. Они действительно хорошо жгут и жгут в течение 15 минут. Вышло 6 оттенков, но до Краснодара доехало только 4. Потому что один забрала подруга Маша, второй забрала мама, и до меня доехали только 4. У меня остались оттенки. Кстати, самый красивый забрала мама. Мама. Давайте покажу свочи. Оттенок 302 Милки Пинг. Это блеск без частиц сияния с немножко, как вы можете заметить, молочным легким батоном. Далее у нас есть оттенок 301 Юникон. Мне кажется, самый интересный, потому что он голографический. Он, как вы можете заметить, там есть частицы розовые, которые переливаются в фиолетовый. И выглядит на губах это красиво. Также есть еще оттенок Бэйби Пинг 303. Выглядит Бэйби Пинг вот так. Это тоже просто гель без блесток. Руку уже начинает пощипывать, чтобы вы понимали. И оттенок 305 Роузвуд. Он с крупинками сияния. Такого красивого перского подтона. Я хочу, наверное, нанести именно его. Давайте нанесем 305 оттенок. Не буду наносить все. Но, знаете, вот эта вот единичка на губах. Это оттенок 301 Юникон. Мне понравился больше всего. Но нанесу, ну, чтобы он как-то вписался в концепцию макияжа 305. Наносить нужно немножко, выходя за вашу анатомическую складку. Для того, чтобы губы набухали пропорционально. Если попадает на слизистую, во рту все тоже начинает подпекать. У нас сегодня с вами получился такой легкий нудец. Губы печет. Прям будто у меня на губах белорусский газ. А, нет, это с Украины была история про газ. Дайте мне пожаротушечную машину. Макияж для сбора картофельного урожая у нас сегодня получился. Мне, в принципе, нравится. Вот так вот прийти на собеседование. Можно так прийти в школу. Можно так прийти в универ. На совещание. Если вы стюардесса, можете так прийти. Если вы собираете хлопок или картошку, вы можете сделать такой макияж. И поверьте, поверьте, вся бахча будет без ума от тебя. Или картошку не с бахчи собирают. Нет, картошку закапывают. Точно. Это точно не бахча. Хотя, если вы знаете, как называется поле для картошки, картофельное поле. Нам бы как бы надо уже и заканчивать. А то я тут это, сильно много распластался. Давайте пойдем от того, что мне очень сильно понравилось. От того, я надеюсь, вы заметили, что губы мои реально так подбабахли и очень сильно пекут. Но оттенки красивые. Очень нравится 301. Очень нравится тот, который забрала мама. Мамочка, мама, прости, дорогая. Что, дочка, воровка у нас свет родила. Блески, зачет, действительно увеличивают губы. Тушь для тех, кто любит объем. Эволюшн, люкс визаж для тех, кто любит объем. База под макияж крутая. Тон на ней выглядит хорошо. Кстати, у меня есть еще одна пудра на тестирование. Это была пудра... Это была компактная классическая матирующая пудра. А также у меня есть пудра-фиксатор бесцветная. Выглядит она вот так. 9 грамм продукта. До какого годен. Те-те-те, трополя. Упаковка дешевенькая. Пудра ничем не пахнет. Кстати, здесь нет состава. Люкс визаж. На этой пудре нет состава. Что это такое? Почему нет состава? Кстати, эта пудра очень сильно пыли. Хочу нанести на лицо таким полирующим движением. У меня очень сильно горят губы. Посмотреть, что она с ним сделает. Ну, слушайте. Эта пудра прикольно заблюрила лицо. Вообще. Огонь. Скажите, тон лица выглядит хорошо. Прям очень хорошо. Еще раз советую тональную основу Skin Invasion. Не подойдет для совсем сухой кожи. Эта пудра мне понравилась. Знаете, наверное, она мне даже понравилась больше, чем Silk Dream. Хотя тоже неплохая, потому что ничего не подчеркивает, как вы можете заметить. Тон лица выглядит очень даже хорошо. Так что пудры Dries советую. Хорошие. Особенно мне понравилась вот эта вот. Expert Fixing Transpiration Powder. Фиксирующая бесцветная пудра, которая реально подблюрила лицо. Я, знаете, такой немножко фотошопный. Мне нравится вот эта вот палетка со скульптором и пудрой. Мне очень нравится, наверное, больше всего из сухих продуктов. Это бронзер Sunny Bunny. Берите, если увидите. Даже не думайте. Из новинок, из новинок. Что еще было из новинок? Из новинок. Новинки, 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 новинки вечеринки. Про базу под макияж не договорил. Не ждите от нее чудес. Но немножко рельеф выглаживает. И, в принципе, тональная основа. Я только что испачкал тоном свои штаны. Тональная основа легла хорошо. И да, тональную основу советую. Консилер тоже мне нравится. Но помните, что консилер не супер кровящий. Он такой легенький, деликатный. Как белорусский шип. Ну, не знаю, к чему я это несу сегодня. Но хочется мне сегодня понести какую-то ахиллесицу. Ну что, как вы поняли, у меня очень много фаворитов бренда Luxe Visage. Бренд действительно хороший. За Русь. Ус, Русь. Ой, простите. Ну, сегодня настроение шутит. Про жидкие тени я молчу. Сияющие. У меня есть все оттенки. Никому не отдам, никому не подарю. Безумно их люблю. Матовые тени, тинты люблю не так. Но тоже использую как подложку под макияж. Давайте, наверное, будем заканчивать, мои хорошие. Белорусам большой привет. Палетка от бренда Catrice, которая стоит 1450 в подружке. Это отвратительная, омерзительная палетка с ужасными глиттерами, которые скатываются на клей для глиттера. С трудно тушующимися матовыми, ну, скажем так, с классическими бюджетными матовыми и с ужасными сияющими оттенками. Потому что они действительно устаревшие. Вот такие вот металлики, которые были актуальны лет 5 назад. Мне кажется, на эту палетку не стоит тратить даже 20 рублей. Купите палетки от Evelyn, Evelyn. Ну, и будет жизнь вам сказка. Сказка. Напоминаю, что если вы вдруг еще не подписаны на мой YouTube канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Также не забывайте про то, что я участвую в конкурсе InterSharm номинирован номинацией Rustem Beauty. И за меня нужно проголосовать по ссылке в описании к этому видео. Вроде бы все сказал, вроде ничего не забыл. Даже сегодня немножко пошутил. Поэтому будем заканчивать этот белорусский ликбез. Я вас всех люблю, всех целую. Увидимся мы с вами совсем скоро. На вот этом YouTube канале. Ну, уже в следующем видео. Чао, бомбина!